14 февраля 2021 год. Водичка из крана. Херсановский район, село Малаканщина. Фанта прямо из-под крана и домашняя нефтяная скважина. День за днём жители Малаканщина посвящают новые шутки местному водоснабжению. Чувство юмора выручает и в такой ситуации. Дома просто всё уставлено 5-литровыми, 20-литровыми канистрами, потому что воду или с родника отсюда поблизости, или же с магазина. От белого белья отказались вообще все. То есть белого белья у нас его нет, понимаете, потому что оно делается рыжее. Вот это фильтр. Подключен был 23 февраля. Буквально 4 дня назад. Вот этот фильтр. Вот какая вода у нас течёт. Вот за такую воду мы платим деньги. Спрашивается, за что мы платим. Вот за эту глину? По подсчётам самих жителей, только за водоснабжение у многих выходит не меньше тысячи рублей. А те, кто когда-то потреблял по 10 кубов в месяц, теперь расходуют почти вдвое больше, так как воду приходится постоянно сливать. Иначе, говорят, в селе пользоваться ей просто невозможно. Сегодня, как говорится, мы вас позвали, да, и у нас вот сегодня прям не оказалось воды. Вот, у нас её вообще нет ни вправо, ни влево никак, её нет. Вот фильтры, да, вот мы покупаем фильтры, как говорится, мы пачками их покупаем. Потом, вот там стоит у нас, вот фильтр, вот посмотрите, какой он там у нас в каком состоянии. И вот стиральные машинки, да, вот машинка. Вот у нас вот эта желчь, она уже ничем не оттирается, она вот так у нас разъедает всё, вода вот эта разъедает. Вот эта водонапорная башня и артезианская скважина должны были решить в 2013 году проблемы с водой в селе. Но, по словам местных жителей, тогда так ничего и не изменилось. Вот уже больше 10 лет в дома поступает некачественная вода, которая не соответствует нормам. Полтора года назад жители заявили о проблеме в Кирсановскую межрайонную прокуратуру. Там инициировали исследование Роспотребнадзора. Эксперты установили, что вода в Малаканщине не отвечает требованиям Санпин по мутности и содержанию железа. Повторное взятие проб в конце прошлого года только подтвердило прежние результаты. Мы брали пробы по селу Малаканщины у местных жителей и брали пробы на самой скважине, артезианской скважине, которая находится на Песках. То есть показатели превышали в пять раз. То есть у нас максимальный 2,6 показателей по мутности, а там 10 с копейками получается на скважине. А заявлено как пытьевая? А заявлено как пытьевая. В местном сельсовете утверждают, что о проблемах Малаканщины знают. И по словам главы Владимира Безвесельного, по мере возможности их стараются решать. В частности, с приходом компании «Райжилкомхоз» – это местный ресурсопоставщик. Здесь построили специальные колодцы для промывки сетей, а саму воду стали хлорировать. Но выходит, чтобы докопаться до сути этого мало, более существенным шагом, убежден глава сельсовета, станет участие в федеральном проекте «Чистая вода» и строительство очистных сооружений. Если вопрос решится с очистными сооружениями, я думаю, что он решится в любом случае, коль мы в программе, от нас единственное, что требуется, подготовить проектно-смертную документацию. И на 2022 год, я думаю, что мы уже с проектировщиками вели разговор, они уже начали работу над проектом. И в итоге, в принципе, я думаю, что в 2022 году очистные сооружения будут на селе Малаканщина. Единственное, что может облегчить жизнь на селе в ожидании 2022-го, как считает Владимир Безвесельный, это установка фильтров в жилых домах. Того же мнения придерживается и руководитель ресурсоснабжающей организации. Проблему некачественной воды, в свою очередь, он связывает с низкими тарифами. – Бутылка воды, банакл, литровая, стоит 70 рублей. А куб воды, который мы сейчас населению даем, стоит 34 рубля. – Как можно сравнить воду по 70 рублей и куб воды 34 рубля? – Как можно за 34 рубля куб воды сделать качество воды банакл? Можно? Скажите. – Ну, та вода, которая по 34 рубля, ее разве можно считать питьевой? – А почему ее нельзя считать питьевой? Пожалуйста, ставьте фильтры дома и все. Фильтруйте, там небольшое превышение железа. – Скажем жителям, установите свои фильтры и больше их голову не ломать ни о чем. – Фильтры стоят не так, что дорого. – А мы не можем, мы можем только взять и закрыть эту скважину. – Это будет лучше, скажите. – Между тем, жители, у которых уже установлены фильтры, по-прежнему недовольны качеством воды. Как они утверждают, покупка оборудования может влететь в копеечку. Колба обойдется где-то в 5000 рублей, а каждый сменный фильтр стоит от 30 до 80 рублей. Но куда дороже, как считают в селе здоровье людей. В последнее время здесь все чаще жалуются на проблемы с почками. Грешат все на ту же воду. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей.